На старт вышли не все. 17 образовательных учреждений республики до сих пор закрыты на ремонт. Он затянулся и в Абашевской школе Чебоксарского района. Сдать объект подрядчик должен был еще 15 августа, однако на календаре сентябрь, а работы там все еще ведутся. Учеников с 1 по 4 класс возят на занятия в другую школу, остальные ребята на дистанционке. Почему строители не уложились в срок и когда ученики смогут сесть за парты, расскажет Дарья Паскарюк. Саша Семенов сейчас не боится ни опоздать на урок, ни забыть учебник. Из-за капитального ремонта школы ученики с 5 по 11 класса ушли на дистанционное обучение. У такой формы занятий есть свои минусы. Мне не нравится, я хочу учиться в школе. Задания иногда сложные, иногда легкие. Некоторые задания, которые я не понимаю, я пишу в группу и спрашиваю учительниц. Экранная нагрузка и вынужденная неподвижность во время уроков. Вот с чем вновь столкнутся более 110 детей. Но администрация школы постаралась сделать дистант как можно более комфортным для учащихся. Во время дистанционного формата обучения мы предусмотрели специальное расписание занятий. Занятие будет длиться не более 30-35 минут. И предусмотрели обязательно физкульт-паузы, чтобы развивать двигательную активность детей. Также уроки физкультуры будут проходить на свежем воздухе. К преображению Башевской школы строители приступили в начале лета. Следует отметить, что это первый капитальный ремонт учебного заведения с года постройки здания – 1976-го. А когда появилось отставание от графика, помогать вызвались родители. «Мы помогаем всегда. Там уборка делаем, после ремонта тоже надо заниматься. Надеемся, что школа закончится, ремонт закончится. И надеемся, что нормальный, тёплый, уютный, красивый школа. Как дворец будет у нас, конечно, на Башевский». Однако пока ожидания с реальностью не сходятся. На сегодня школа готова только чуть более чем на 60%. Сейчас строители ведут как внешние работы, обновляют фасад, так и внутренние, налаживают систему водоснабжения и водоотведения. Всего на преображение учебного заведения предусмотрено более 54 миллионов рублей. По словам подрядчика, объект несложный, но определенные проблемы все же есть. «При проведении работ демонтажных выявились ряд работ, которые не были учтены в проекте. В связи с этим увеличились трудозатраты, ну и, соответственно, увеличились сроки. Пришлось колоссальное подорожание материалов. Соответственно, мы тоже с этой проблемой столкнулись, стараемся эти вопросы решать». Эта проблема все чаще беспокоит застройщиков региона. По данным Чувашстата, с начала года строительные материалы в республике подорожали на 35%. Республиканские власти готовы поддержать подрядчиков, которые исполняют госконтракты на строительство, капитальный ремонт, а также сохранение объектов культурного наследия. Они смогут рассчитывать на увеличение стоимости контракта до 30%. А пока же планируется, что Абашевская школа откроет свои двери в середине октября. Дарья Паскарюк, Надежда Александрова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.